Всем привет! Это видео на канале Комфи. Меня зовут Саша. Сегодня поговорим про видеосъемку на смартфоны. Многие смартфоны сегодня, в 2018 году, позволяют снимать хорошие и качественные видео. Некоторые из них хорошие и качественные видео в 4К, а некоторые еще и в слоумо, причем вплоть до 960 кадров в секунду. И некоторые люди активно пользуются возможностями видеосъемки на смартфонах в личных целях, чтобы запечатлевать какие-то прекрасные моменты из жизни и потом на протяжении многих лет просматривать их и иметь крутые воспоминания. Для такого типа видеосъемки, когда вы просто снимаете для себя на память, особого скилла не требуется. Вы просто берете свой смартфон, включаете видеосъемку и гоу снимать. Но что делать, если хочется снять действительно качественное видео, к примеру, какую-нибудь короткометражку? Для начала хочу немножечко пояснить. Здесь нет ничего такого, уже на протяжении многих лет существуют профессиональные видеоконкурсы, где все работы снимаются исключительно на смартфоны. И иногда смотришь на готовые результаты и не понимаешь, как такое можно снять на смартфоны. Естественно, я поделюсь некоторыми лайфхаками. Но некоторые пошли еще дальше. К примеру, американский режиссер Стивен Содерберг, который снял всех друзей Оушена, снял целый полнометражный фильм только на айфон. Картина называется Unsane или Безумная, можете глянуть. Естественно, как снять полнометражный фильм я вам не расскажу, потому что там нужно еще и огромное количество дополнительного профессионального оборудования. Но вот как снять действительно крутой ролик, я сейчас с вами поделюсь. Для начала, если вы только выбираете смартфон, но с акцентом на то, что будете снимать на него видео, я рекомендую обращать внимание на флагманские модели, пусть даже и прошлых поколений. В частности, по моему личному мнению, для съемки видео лучше всего подходит айфон. Причем покупать лучше начиная с седьмого айфона. Дело в том, что там уже есть и оптическая стабилизация, и съемка в 4К, и хороший динамический диапазон. Но если вы все-таки хотите себе что-нибудь на андроиде, можно рассмотреть, к примеру, Samsung Galaxy S9 или S9 Plus, или, к примеру, Huawei P20, P20 Pro. Конечно же, можно обойтись и более доступными устройствами, но качество видео тогда будет страдать больше, чем качество фото, в случае выбора бюджетного устройства. Второе. В этом пункте я поговорю про отдельное приложение, которое уже давно доступно для айфон и недавно стало доступным для андроид. Но здесь я в конце сделаю ремарочку. Называется оно Filmic Pro. Оно хоть и стоит денег, но все, кто снимает более-менее профессиональное видео на свои смартфоны, используют именно его, потому что аналогов ему не существует. Оно просто идеальное для смартфона. Там есть ручные настройки всего, включая большой выбор разрешений, частоты кадров в секунду, настройка битрейта, настройки дополнительного оборудования, раздельная настройка экспозиции резкость, есть ручное управление ISO выдержкой и фокусом, причем все на одном экране, есть мониторы звука, есть управление цветами прямо на экране, причем можно сохранять пресеты. То есть при помощи этого приложения можно снять настоящую картину, и это будет выглядеть очень хорошо. И как я уже сказал в начале этого пункта, приложение недавно релизнулось и для андроидов, но там есть куча своих нюансов, потому что андроидов очень много, и заточить такое огромное количество функций под конкретный смартфон сложно. Поэтому где-то приложение работает, где-то работает плохо, где-то какие-то функции вообще отказываются работать. Соответственно, оно стоит денег, но люди жалуются, что платят просто так. И я не знаю, как быстро оно станет работать совершенно на всех устройствах. Третье. Даже если вы не хотите покупать дорогое приложение, вы можете всегда извлечь максимум из стандартного. К примеру, я рекомендую всегда фиксировать фокус, чтобы он не плавал во время съемки. Особенно, если вы снимаете творческое видео. Степните на главном объекте в кадре и удерживайте палец на нем. Чаще всего в смартфонах таким образом вы фиксируете фокус и экспозицию. Последнюю потом можно дополнительно поправить ползунком, чтобы не было пересветов. Также рекомендую включать сетку, чтобы не заваливать горизонт. Четвертое. Для качественного творческого видео я рекомендую обзавестись какими-то дополнительными приспособлениями. К примеру, крепление для смартфона на штатив и электронный стабилизатор. Сегодня таковых для смартфонов много. Они сделают картинку намного более профессиональной. Кадры будут плавными, проводки аккуратными. Я считаю, что это как раз таки мастхев для качественного видео. Пятое. Если вы используете такие приспособления, выключайте по возможности, конечно же, стабилизацию в самом смартфоне. Дело в том, что если есть такая возможность, ее лучше использовать. Ведь хардверный стабилизатор и встроенные уже в устройство могут конфликтовать между собой, и картинка может подергиваться. Шестое. Даже если у вас нет каких-то специальных креплений для смартфона, картинку все равно можно сделать более-менее стабильной. К примеру, смартфон попросту можно на что-нибудь облокотить, или вы можете держать его в руках с включенной стабилизацией, но плотно оперевшись на какой-то неподвижный объект. К примеру, дерево, столб, стена. И тут же маленький лайфхак. Вы можете снять видео в слоумо, к примеру, в 120 кадров в секунду, и тогда микроподлагивания будут незаметны. Седьмое. Я рекомендую снимать в 4К. Чаще всего в топовых смартфонах такая возможность есть. Дело в том, что потом, если вы будете выводить видео в Full HD, кадры, снятые в 4К, вы сможете, так сказать, кропать. То есть увеличивать или скейлить, или зумировать электронным образом картинку без потери качества. Восьмое. Звук в видео очень важен. Особенно, если вы хотите снять что-то типа короткометражки. Поэтому я крайне не рекомендую вам использовать в видео звук, отснятый на встроенные микрофоны вашего смартфона. Такой звук годится разве что для интершумов. А для качественных диалогов я рекомендую использовать сторонние рекордеры. Тем не менее, если речь идет про съемку видеоблогов, то звук с микрофонов смартфона использовать можно. Но здесь обязательно вам нужно изучить расположение микрофонов. Их чаще всего больше, чем один на корпусе. Чтобы никакой из них не закрыть. Иначе звук получится глухим и некачественным. Девятое. Не используйте фронтальную камеру. Даже если она у вас нереальная просто. 40-мегапиксельная, поверьте, она все равно хуже, чем основная. Поэтому даже если вы снимаете видеоблог, всегда хочется видеть себя. Но делать этого не нужно. Я рекомендую перевернуть смартфон и снимать себя вот так. И десятое. Не забудьте на съемку взять дополнительный powerbank. Потому что при съемке видео батарейка в смартфоне улетает очень быстро. И вам легко может не хватить целого заряда смартфона на съемку даже половины ролика. Поэтому возможность подзарядиться будет очень кстати. Вот такие 10 советов я вам дал для того, чтобы начать снимать качественные видео. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Поставьте ему палец вверх, если он вам понравился. И также смотрите на нашем канале. Сравнение камер Huawei P20 Pro и iPhone X. И видео про то, как стать блогером в Инстаграм.